Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я бы хотела посвятить теме секс-система двойного контроля. И вообще в целом очень часто встречается правило системы двойного контроля. И многие из вас просили рассказать, что же это такое, к чему это относится. Потому что многие из вас думают немножко не про то, вообще о чем в целом речь. Давайте сегодня разберемся. Друзья мои, очень интересно знать ваше мнение. Обязательно пишите. Если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Так вот, друзья мои, система двойного контроля. Я предлагаю вообще весь процесс описать в виде машины. Машина, которая хочет ехать. Соответственно, как в любой машине, у нас есть газ и есть тормоз. Соответственно, есть импульсы, которые стимулируют газовать. То есть, гормоны, либидо, желание, возбуждение. Да, 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 давай, давай, хочется. Красивый мужчина, красивая женщина, да. Хочется, реально очень хочется. Очень-очень-очень хочется. Это газ. То есть, да, организм как бы провоцирует, да. Нажимай на газ. Всё, вот, вот твоя цель, вот этот инстинкт, которого мы с тобой ждали. И есть, существует тормоз. Тормоз, это когда наоборот, что ты делаешь, ты что, это же нельзя, да. И процессы головного мозга тут связаны и тип характера, и правила воспитания, которые начинают тормозить. То есть, они тормозят этот процесс особенно, если есть какие-то психологические проблемы. То есть, обида, что-то не нравится, какое-то разочарование. И вот эта система тормоза, она постоянно весь процесс притормаживает. И, кстати, эта система тормоза, как раз-таки, если постоянно давить на тормоз, то машина никогда не поедет. То есть, соответственно, у кого вот этот механизм срабатывает в сторону тормоза, вот это желание, желание к половой близости, желание вообще к отношениям, она снижается. То есть, максимальное снижение. И мы видим, действительно, что снижается либидо. Причем, таких вот прямо в огромных геометрических масштабах, да, что если мы нажимаем на газ, то да, все хорошо работает, да, прекрасно. Либидо, желание, возбуждение, эти все механизмы работают классно. Но как только вы постоянно начинаете давить на тормоз, и проблемы, которые заставляют вас давить на тормоз, они накапливаются, накапливаются, накапливаются. И, к сожалению, вот основные, главные проблемы, после чего процесс не может пройти, да. И, соответственно, женщина не хочет вступать в половую близость. Мужчина не чувствует оргазма. Именно вот из-за этой системы двойного контроля. С одной стороны, да, это такая очень интересная история, с которой мы работаем. И вот все процессы, которые связаны как раз с сексом, они очень четко отслеживаются через вот нашу психологию, нашу мозговую активность. Да, поэтому, друзья мои, все-таки нужно выяснять проблему. Если вам что-то не нравится, вас что-то тормозит, мы сейчас не говорим про случайные связи. Мы не говорим про случайный секс. Мы говорим именно про такие настоящие отношения. Что если вы не можете встретить свою, там, вторую половинку, если вы даже не пытаетесь это сделать. И меня часто спрашивают, вот вы говорите, построить отношения, вот как же я их построю? Я вам говорю про то, что построить отношения, это надо давать себе шанс с кем-то познакомиться. То есть, хотя бы сходить, встретиться с человеком. Потому что, если сидеть дома, да, и вот говорить, я хочу построить отношения, то вы их никогда не построите. Ну, бывают редкие случаи, что, да, там, так случится, что приедет принц к вашему подъезду и будет кричать, Марина, выходи, я приехал, вот моя лошадь, садись, поскакали, да. Но вы понимаете, что это бывает в небольших процентах случаев. А если вы будете себе давать вот этот газ, вот эту возможность познакомиться, да, сходить там, встретиться, пообщаться. И уже потом вы поймете, нравится вам человек, хотите вы с этим человеком проживать, там, свою жизнь или строить отношения или нет. То есть, вот вам, пожалуйста, очень ярко система газ тормоз. Я описала, да, что мы хотим, я хочу реально или в паре, да, я хочу заниматься сексом, но мне не нравится. Почему тебе не нравится? Ну, я не знаю, почему, да, почему-то мне не нравится и мне не хочется. Ну и ладно, я жила без этого и еще 20 лет проживу, наплевать вообще, лучше там пойду торт съем, да. То есть, вот вам, опять же, система газ тормоз в другом ее очень ярком проявлении. Поэтому, действительно, вот эти проявления, с ними нужно разбираться. Если что-то вас тормозит, вам что-то не нравится, вам что-то не доставляет удовлетворения, это уже признак, что нужно разобраться, в чем причина, ну, почему так происходит, почему вам это не нравится, почему вам не доставляет это удовольствие. Это действительно очень важно, и на это нужно обращать внимание. Или, наоборот, газ, да, что если все время включен газ, кто-то, наоборот, жалуется. У меня всегда, мне всегда хочется, вот я всегда хочу, я прямо встаю, хочу, иду на обед, хочу, иду там вечером в бассейн, хочу, что мне делать. То есть, это такое яркое проявление темперамента, яркое проявление включения газа на полную мощность. И это тоже иногда является причиной. Поэтому должно быть все в очень таком спокойном балансе, да, и газ, и тормоз. И только тогда можно уже говорить о том, что, да, система работает классно, есть то, что нас провоцирует, есть то, что нас немножко притормаживает, и эта вся система работает в целостности. Что вы думаете по этому поводу? Потому что на эту тему действительно сейчас очень много разговоров. Напишите ваше мнение, что вы думаете. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на мой канал, писать ваше мнение. Также каждого из вас я жду в своем инстаграме, где я буду постоянно выкладывать, буду больше выкладывать интересных статей и видео. Поэтому давайте общаться почаще, и в ближайшее время проведем прямой эфир, где вас всех приглашу я, и вы можете в прямом эфире задать те вопросы, которые вас интересуют, и темы, которые вы хотите разобрать. На сегодня все. Целую, обнимаю. Всем пока-пока, и до новых встреч!